Вечер на седьмом 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 Против каждого чиновника должен быть по одному наблюдающему? Вы знаете, на самом деле у нас наблюдающих намного больше, потому что у нас примерно чиновников 1050 и 950 тысяч еще жителей Одессы. Ну вот так что у нас пока приоритет, но не все еще понимают, что можно наблюдать не только на кухнях, а иногда еще и, например, в прямом эфире. Кто является организатором этого движения? Расскажите немного, я так понимаю, это было как слияние, влияние и сразу же нескольких таких довольно-таки именитых общественных организаций одесских. Да, у нас есть несколько организаций, которые уже какое-то определенное количество времени занимаются мониторингом разных органов власти в Одессе. И вот три из этих организаций, а именно антикоррупционный офис, Одесская организация, Комитет избирателей Украины и Институт политической информации договорились, что мы создадим такую коалицию и вместе сделаем первый шаг. Дальше мы надеемся, что к нашим организациям будут подключаться и другие организации. В рамках этого проекта мы приглашаем представителей абсолютно различных организаций, которые работают в городе, приходить, вступать в нашу коалицию. Приглашаем 25 человек, которых мы сможем в течение 8 месяцев очень профессионально обучить. Любых, вот это поподробнее, любой одессит может прийти? Вот 25 тогда. Теоретически, да. Любой одессит может принять участие. Единственное, что есть определенные критерии, по которым будут отбирать участников. То есть у нас будет отобрано всего 25 человек, уже подалось более 40. Значит, какой будет приоритет? Приоритет будет тем, у кого есть уже определенный опыт в проведении каких-то расследований. То есть каких-то элементов журналистских расследований, в публикации каких-то материалов, которые рассказывают о коррупции. Опыт в мониторинге за работой Одесского городского совета или других органов власти. То есть, ну, желательно, чтобы... Мы хотим создать более-менее однородную группу. И если в ней кто-то будет уже достаточно хорошо разбираться в вопросах, а кто-то будет совсем новичок, то будет очень сложно обучать. Поэтому мы примерно пытаемся собрать группу из более-менее уже людей с опытом. Вот. Ну, из них будем отбирать уже, то есть из тех, кто подаст свои анкеты, на разных условиях, честная конкуренция, будем отбирать 25 человек, с которыми будем работать в первом кругу. А плюс у нас еще будет определенный резерв и люди, с которыми мы будем работать дистанционно. То есть, в принципе, у всех будет возможность подключиться к работе центра. То есть они будут получать просто материалы не вживую, а онлайн. То есть какие-то записанные материалы, какие-то в виде каких-то инструкций, видеолекций. В общем, мы будем пытаться информировать более широкую группу, чем 25 человек. С органами уже какие-то договоренности есть? Одно дело разоблачить. Вот многие телезрители говорят, вы говорите, говорите, толку никакого. Уже как-то там с силовиками есть хотя бы какие-то мостики? Вот мы разоблачаем, вы сажаете, ребят. Мы вам даем материалы, вы расследуете дальше. Или пока это так, на уровне энтузиазма? В рамках Одесского центра публичных расследований мы пока еще этим не занимались. У нас, как общественная организация, антикоррупционный офис, есть определенный опыт. Мы достаточно долго пытались наладить эффективную работу с различными силовыми структурами. Это достаточно сложно, потому что та информация, которая передается, как правило, она не сильно интересует наших правоохранителей. В смысле? Не их уровень или как? Как это не интересует? Вы им на блюдечке готовую работу приносите. Заводите дело, досажайте. Да, вопрос в том, что большинство схем, по которым выводятся крупные средства, они не такие простые. И достаточно часто эти схемы находятся практически в границах закона. То есть доказать, что что-то происходит незаконно, можно проведя достаточно сложную работу. И часть этой работы обязательно должны проводить правоохранительные структуры. Значит, это доказательство. Да, общественники могут собрать фактаж, но они не могут передать готовое дело. А вот по тому опыту, который у нас был в сотрудничестве с правоохранительными структурами, они говорили так, нас интересует что? Нас интересует бытовая коррупция, то есть там мелкая типа взятки в поликлиниках, где-то там в военкоматах. То есть небольшие взятки их не интересуют, они сразу сказали. Их интересует достаточно какой-то высокий уровень. И если есть человек, который готов дать меченые купюры. Вот они сказали, если вы таких людей находите, вперед, мы готовы сотрудничать. Все остальное, да, мы передавали информацию, но мы не видим конкретных результатов. Это необходимо еще спецоперацию самостоятельно провести, пометить купюры и передать их? Ну, это все достаточно сложно по нашему законодательству. Дело в том, что у нас есть определенные ограничения. В частности, есть в законе такой термин, который называется провокация взятки. Поэтому словить чиновника на том, что он взял взятку, достаточно сложно. Как это должно происходить? Как нам рассказывали правоохранители? Первое, если вам говорят о том, что, ну, в общем, если с вас требуют взятку, ни в коем случае не отказывайтесь. Потому что если вы... Это правоохранители совета, да? Да, но если вы сразу скажете, нет, я не дам, все, вы потом этого человека не поймаете и не докажете. Даже если вы при этом записывали это на хоум-видео, то есть где-то на смартфон, это не является доказательством в суде. После того, как вам предложили дать взятку, лучше всего согласиться, сказать, да, хорошо, я буду искать деньги. После этого обратиться в правоохранительные органы. Мы, ну, люди, как правило, не хотят обращаться, потому что не доверяют и не уверены, что информация не уйдет. Могут, в принципе, обращаться к нам, как общественная организация. Мы уже знаем определенных людей, кому можно доверять. После этого правоохранительные органы берут санкцию на то, что будет вестись видеозапись. После этого тебе дают специальное устройство, на которое ты записываешь... То есть ты приходишь еще раз и как бы говоришь, я вот все понял, но вот сколько конкретно вам нужно принести? Тебе должны еще раз озвучить сколько, потом ты еще должен уточнить, а за что конкретно? И вот тебе должны озвучить, за что конкретно. После этого ты идешь еще раз в правоохранительные органы, тебе дают меченые купюры, ты их передаешь. Желательно, чтобы чиновник, которому ты их передал, был взят сразу же с этими купюрами, и тогда есть шанс довести дело до конца. В общем, все достаточно... Как-то на единорогов похоже больше, а не на реальность какую-то. То есть этот чиновник, который берет взят, должен быть до такой степени беспечным идиотом, чтобы он трижды повторял, да-да, 5 тысяч долларов за то, что я нарушу закон. А так три раза он должен повторить, тогда дело в шляпе получается? Ну, тем не менее, как вы видите, периодически силовые структуры наши кого-то берут. То есть понятно, что... Они еще сажали, конечно, это было бы вообще... Ну, это уже вопрос к судам, потому что очень много вопросов, потому что материалы есть, их передают в суды, и в судах оно лежит по нескольку лет. Как вообще сейчас с энтузиазмом откликнулись на эту идею, вот, Валерий, скажите? Либо вот уже люди не верят, и мало кто идет. Все немножечко даже шире, чем рассказал Алексей. Дело в том, что у нас как раз есть уже определенные переговоры, по крайней мере, с Национальным агентством по противодействию коррупции. Это одна из новых организаций, с которой мы сейчас все только еще знакомимся. Ей, по сути, меньше года с того времени, как она создана. Они еще моложе, чем НАБУ, получается. Да. И это та самая организация, которая у нас занимается электронным декларированием, например. Это один из больших проектов этой организации. Кроме того, они занимаются финансированием политических партий, ну, еще несколько интересных достаточно идей. Однако пока все это на этапе больше идей. В то же время мы уже успели с ними переговорить и даже повзаимодействовать. От лица Одесской областной организации комитета избирателей мы уже передавали им ряд запросов по декларациям, по тем нарушениям, которые мы выявили. И по 11 из этих деклараций уже была проведена проверка. По одной из них, по мэру города Южный, уже дело передано в суд. Ну, это административное правонарушение по заполнению декларации. Однако... То есть вы провозбировали, и они подходят. Насколько оперативно подхватывают? Есть вот желание у них, как это? Либо нужно подонесить справочку, здесь нужно расписаться. Нет, назвать это оперативно очень сложно. То есть нам повезло, и где-то за пару месяцев мы управились. Это пару месяцев по административному правонарушению? Да. Это, ну, где-то месяца, даже не пару, но, наверное, все-таки месяца три прошло с момента подачи заявления. Как это дело изменить? Вот, я так понимаю, это уже реально гражданская война с коррупцией, вы пытаетесь обменить? Да. То есть вы хотите просто засыпать их бумагами до такого количества, чтобы уже было много обращений, много расследований, или как это будет выглядеть? Речь именно об этом, о том, что мы действительно хотим объявить своеобразную гражданскую войну коррупцией. Но какие люди вам необходимы вот в этой борьбе? Одно дело, общественники, журналисты с опытом, а там обычные люди, которые хотят помочь. Было бы замечательно, если бы к нам в команду подключились люди, которые определенное время варились вот в этой среде, знают все схемы, и которым по тем или иным причинам хочется эту систему поломать. Потому что, как правило, с опытом приходит понимание того, что те люди, которые разбираются в схемах, они о них не хотят говорить, потому что они, как правило, в них задействованы. А те, кто в них не задействован, как правило, абсолютно ничего не понимают в том, что именно происходит, кто кому куда заносит. То есть это на уровне инсайдерской информации, просто слив, либо они должны прийти там расписать, помочь? Потому что зачастую они готовы говорить, но не готовы говорить под запись. Ну, под запись вообще мало кто готов говорить. Только мы сидим разговариваем. Да, мы будем благодарны за любую информацию, в том числе такую оперативную, потому что происходит. И есть такие люди, которые помогают. Спасибо им за то, что иногда помогают пролить свет на то, что происходит. Достаточно часто мы выявляем какую-то непонятную для нас, скажем там, схему, или что к чему, и кто за этим стоит. Там публикуем, скажем, часть материалов, например, в Фейсбуке, и потом уже личным сообщением тебе от кого-то приходит. Ну, все правильно, вы сказали, но вот только тут, вот за этим человеком стоит вот этот, а вот тут вот так. Большинство журналистских расследований именно с таких инсайдов и начинаются. Понятное дело, но, по крайней мере, не подкрепляется уверенность в том, что ты двигаешься в нужном направлении, либо наоборот. Наша задача — помочь правоохранительным органам найти те самые документы, которые находятся на поверхности, но почему-то их никто не замечает. Ну, я так видел по сайту регистрации, в основном будет направлено на Одесскую мэрию, да? То есть, и вот... Нет, немножечко не так. Это центр публичных расследований будет организацией, которая будет работать не один год. И мы надеемся, что мы успеем охватить всех чиновников, всех депутатов, которые есть, по крайней мере, в Одесском регионе. Мы начнем с маленькой цели. Но на данном этапе у нас есть две уже конкретные проектные задачи, которые мы должны выполнить в этом году. Одна из них — это непосредственно обучение активистов и начинающих журналистов-расследователей. Вот это те самые 25 человек, о которых говорил Алексей. И мониторинг Одесского городского совета. Проекты решений, решения, решения исполнительного комитета Одесского городского совета. Это еще целый ряд документов. Почему именно мэрия? Вот что в предвзятости не обвинили, не сказали, а это все под мэрию специально. Почему именно мэрия первая должна быть? Как вы считаете? Ну, что нам, как одесситам, в первую очередь наши интересы — это Одесс... Ну, мы члены Одесской громады, и это в первую очередь наши интересы. Одесский городской совет. Уже дальше, скажем, это Одесский областной совет. Но невозможно рассматривать сразу все. То есть, как бы, надо есть слона по бифштексам. То есть, разберемся с Одесским городским советом, какие там работают схемы, будем понимать, что мы нарастили достаточное количество кадров, которые готовы, которым уже тесно изучать схемы, которые есть в Одесском городском совете. Будем распространяться дальше. Вот на этот конкретный месяц у нас... Ну, вот не месяц, на восемь месяцев. У нас есть проект, который проходит в рамках проекта «Больше фактов для диалога», который финансируется организацией высветления вимита МИРУ за поддержку королевства Нидерландии. Вот, это был мой следующий вопрос. Люди наверняка спросят, а кто за этот банкет платит? То есть, это Нидерланды готовы платить, чтобы у нас коррупцию расследовать? Зачем? Это, ну, налогоприлотельщики большинства развитых стран финансируют различные фонды, которые помогают устанавливать демократию и борются с коррупцией по всему миру. Потому что Нидерланды же были, по-моему, единственной европейской страной, которая нам открытого без визы захотели. Может быть, это какая-то причина показать, как у нас все плохо, вот поэтому мы не дадим без виз? После выборов в Нидерландах, я думаю, все изменится. Точнее, уже начинает меняться. Да, за выборами в Нидерландах, я думаю, особенно интересно будет наблюдать. Это отдельная история. Украинцы начинают больше следить за выборами в других странах, чем в Украине. Ну, так это дает кругозор, чтобы понимать, на самом деле, как у нас это происходит. По поводу оплаты. Это все на волонтерских началах, да? Все люди, которых вы нанимаете. То есть тренинги, все это бесплатно, естественно, предоставляется, но люди будут... Насколько должно быть загружено время человека? Сколько он будет этому посвящать? Два часа свободного времени, не отрываясь от работы? Либо этот человек должен полностью, вот эти 25 конкурсантов, либо они должны полностью с головы уйти в это дело? Нельзя сказать, что не будет занято этим полностью, но какое-то количество времени надо будет на это уделять. Я подозреваю, что это будет, ну, где-то, скажем, час-два часа в день, каждый день, в течение восьми месяцев, надо будет уделять этому моменту. Потому что у них будет очень насыщенная программа. То есть кроме 10 дней тренингов, которые для них будут считать различные специалисты, в основном из Киева, у них будет еще практика. То есть между семинарами, которые будут происходить раз в месяц, у них будет в течение месяца практика. Они будут проводить мониторинги, то есть смотреть, ну, различные, искать, скажем, схемы в том направлении, за которое они отвечают. Весь Одесский городской совет будет распределен между 25 участниками. То есть за каждым участником будет закреплена определенная комиссия или определенный департамент, определенные коммунальные предприятия. И в рамках вот этого направления они будут проводить мониторинги. А потом мы будем проводить, как бы, объединять эту информацию и выдавать на гора уже такой обобщенный результат по Одесскому городскому совету. И эта информация, в частности, одним из этапов будет написание журналистских расследований, это небыстрый процесс. То есть даже у специалистов написание журналистского расследования занимает около двух недель, скажем, как минимум. Поэтому для многих участников... Я думаю, что многие будут углублены даже более чем два часа в день и будут делать это с радостью, потому что на самом деле я уже смотрел заявки, читал мотивацию, которая есть у людей. Люди заряжены бороться. Какая главная мотивация в основном у людей? Надоело просто или как? Мне понравилась очень короткая мотивация одного из участников. Он написал, ваша мотивация для участия в проекте. Он пишет, слишком высокий уровень коррупции в моей стране. То есть у человека есть мотивация снижать этот уровень. Но многих людей, которые подаются, мы знаем, потому что Одесса все-таки город небольшой и большинство людей, которые занимаются журналистикой или общественной деятельностью, так или иначе неизвестно. Валерий, ваша организация, помимо всего прочего, проводила также мониторинг открытости Одесской мэрии, в частности, работа Одесской мэры. Оценки там были далеко не веселые. Не только его. При уровне, да, ну весь Горсовет, вся мэрия, я так понимаю. При уровне такой закрытости этого органа, как же вы будете их разоблачать? На самом деле за последние годы произошло много подвижек вперед. И мы уже можем хотя бы видеть достаточно оперативно и решения городского совета публикуются, и даже поименное голосование. Запугали все-таки, да? Немножечко, да. Но есть еще свои проблемы. Есть та же проблема с публикацией проектов решений. Несмотря на то, что по закону должны за 20 дней публиковаться, мы каждый раз видим, что примерно треть проектов решений вносится либо с голоса, либо еще как-то, и мы узнаем о них уже постфактум. Кроме того, есть целый ряд распоряжений городского головы. На последний, по результатам последнего мониторинга, который я видел, это больше 60% распоряжений не публикуются. Аргументируется это мэра. То есть мы не видим 60% того, что распоряжается мэра? Да. Мэрия объясняет это очень просто. Дело в том, что это действительно могут быть какие-то внутренние распоряжения, например, отпуски каких-то сотрудников и так далее. Однако, да, я не вижу здесь, например, никаких проблем в публикации. Хочется знать, что только люди отдыхают за мои деньги. Да, вся эта информация по закону является публичной. И мы будем добиваться, ну, в случае необходимости, мы будем отправлять запросы в мэрию, и просто можем публиковать за них, если у них нет на это времени. Ну, а зубы готовы вы показываете? Вот, понятное дело, отправили, на запрос не ответили, но нас недавно ужесточили ответственность. Если вы так вот игнорируете информационные запросы, можно уголовное дело, уголовное производство начинать. Вы готовы подавать иски, судиться, писать в прокуратуру, реально пытаться сажать этих людей? У нас будет два тренинга, посвященных судебной практике. На первом тренинге это будет Александр Бормагин, один из лучших специалистов по медиаправу в Украине. Будет рассказывать, как судиться, если те или иные инстанции не предоставляют информацию на запрос. И последний тренинг, который будет уже в сентябре, это у нас будет целый день, посвященный тоже подаче материалов в суд по результатам выявленных коррупционных схем. То есть в зависимости от того, какая составляющая схемы, можно или привлекать определенные силовые структуры, или могут даже активисты от имени пострадавших участников подавать в суд. То есть мы будем готовить наших участников и судебной борьбе тоже. По сути, пострадавшим в случае коррупцией является каждый гражданин, я так понимаю. То есть любой житель Одессы, не только Одесса, да даже и Украина, может подавать в суд на любые учреждения. И еще я хотел, еще один момент подчеркнуть, что мы планируем не только поддерживать тех участников, которые будут непосредственно принимать участие в школе. Центр абсолютно открыт для работы. И мы уже сейчас получили несколько сообщений от наших коллег, которые работают в некоторых изданиях, которые принадлежат определенным бизнесменам, определенным политикам. И не могут публиковать там какую-то информацию. Мы готовы им помогать как в публикации этой информации, так и в ее сопровождении. У нас в том числе в рамках центра будет работать медиа-юрист, человек с действующей адвокатской лицензией, который будет нам помогать в сопровождении как допубликационном, это экспертиза юридическая, так и, возможно, послепубликационной. Кроме того, у нас иногда сталкиваются активисты, журналисты с тем, что за те же запросы в реестры, которые у нас все больше открываются их, но за них нужно платить. Это может быть небольшая сумма, это могут быть 20-50 гривен, но это за один запрос. Если таких запросов нужно сделать 20-30, на каждом расследовании это уже становится чревато, мы со временем готовы помогать всем желающим, кто готов подключиться к подобной расследовательской деятельности, даже материально. То есть, в принципе, Нидерланды, если надо, будут дальше готовы пойти? Речь не только о Нидерландах. А там еще какие-то страны? Да, мы, это речь идет сейчас, Королевство Нидерланды и Институт исследования войны и мира поддержало конкретно проект, который занимается школой, мониторингом и остановлением центра публичных расследований. Однако, повторюсь, это не организация, которая создана на 8 месяцев или на год. То есть не подвыборы, как говорится. Мы надеемся, что эта организация объединит всех журналистов и активистов, которые планируют заниматься антикоррупционной, расследовательской, социальной расследовательской деятельностью. Это сеть, скажите, вот такие же офисы? Это скорее конфедерация для одесских журналистов и активистов. Я имею в виду, что таких организаций с аналогичным названием, аналогичными спонсорами, укладом в других регионах нет. Это именно Одесская, но вы готовы сотрудничать с подобными во всех регионах. Давайте посмотрим, как проголосовали наши телезрители. Итак, напомню, вопрос был следующий. Чья охота на коррупционеров эффективнее? Первый вариант госорганов, государственных органов набрал 6%. Второй вариант общественников набрал 33%. И третий вариант журналистов набрал 61%. Итого, в совокупности 94% дозвонившихся считают, что больше, по крайней мере, выносят на поверхность всякого такого грязного бельишка за наш счет, которое пачкается причем. Это именно журналисты и общественники, поэтому, я думаю, у вашего проекта есть большое будущее. Хочу пожелать вам успехов и с радостью, я думаю, будем сотрудничать. Напомню, у меня в гостях был Алексей Черный, глава общественной организации «Антикоррупционный офис», а также Валерий Болган, координатор нового проекта «Одесский центр публичных расследований». Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Субтитры подогнал «Симон»!